Пум! Коллеги, приветствую! Я Александр Молчанов, и каждый, кто сделает репост этого выпуска в своих соцсетях, получит сегодня подарок от Вселенной. Также я напоминаю, что полным ходом идет набор на онлайн-курс сценарий полнометражного фильма в нашей сценарной мастерской. Если вы хотите научиться писать сценарий, если вы хотите стать профессиональным сценаристом, то, пожалуйста, проходите по ссылке в описании, подайте заявку и займите место на курсе, пока его не занял кто-то другой. Места пока есть. Теперь я вышел чуть-чуть пораньше в эфир на 5 минут для того, чтобы вы все успели подключиться, найтись, и если вы меня видите, если вы меня слышите, напишите, пожалуйста, в чате, что вы меня видите и слышите. Сейчас я поставлю в закреп сегодняшнюю трансляцию. И расскажите, как прошел первый день. Как настроение? Что удалось сделать, что не удалось? Если есть какие-то вопросы, то задавайте вопросы. Так, видно, слышно. Я читаю все отчеты, вижу все комментарии. Поэтому... Как настроение после первого дня? Так, вижу, слышу, вижу, слышу. Так, все удалось. Удивительно, но я все сделала. Страницу написала и похвалила. Да, супер. Вот смотрите, друзья. Вот то, что я говорю, даю какие-то задания, они могут показаться вам или глупыми, или слишком простыми. Или, например, вы понимаете, как это работает. То есть, ага, вот я понимаю, как работает, например, похвала. Да, все, мне механизм, инструменты этого мне понятен. Поэтому я его делать не буду. Особенно, кстати, вот коучи, психологи разные этим страдают. Да, то есть, вот, ага, все, Александр, у меня уровень осознанности высокий. Я понимаю ваш инструмент. Все, давайте переходите к следующему. Дайте мне еще 50 техник, которые я со своими клиентами использую. Ну, я здесь не для того, чтобы ваш инструментарий увеличить, а для того, чтобы вы результат получили. Вот, поэтому делайте. Если делаете, то получаете результат. Если не делаете, результата не получаете. И при этом есть некоторые вещи, да, я еще немножко в мастерской, кстати говоря, мы тоже это делаем. Да, там очень сильная, как сказать, главный KPI мой, да, то есть, главное, на что я обращаю внимание, это количество участников, которые зафиналили. Да, то есть, количество участников, которые написали сценарий, написали роман. То есть, вот это самый главный результат. Обычно в онлайн-курсах сходимость около 3%. У нас доходит до 95%. То есть, например, 45 человек пришли на курс, типа там 43, например, написали текст, да. То есть, это, ну, беспрецедентная сходимость. И для этого приходится делать очень много самых разных неочевидных техник. Вот. И мне бывает забавно видеть, когда в конце кто-нибудь говорит, что вот, Александр, дедлайны работают. Я такой, да, дедлайны, там 98 техник встроено в курс, да, вы только дедлайны заметили. Ну, хорошо, мне как бы, нам не шашечки, нам ехать. Поэтому здесь то же самое, да, то есть, есть, скажем так, работающее вещество, оно здесь, знаете, как в лекарстве, да, работающее вещество такое-то. Вот здесь тоже работающее вещество, оно не всегда то, что на поверхности. Так, удалось, но не все по здоровью. Здоровье, ребята, берегите, потому что я понимаю, опять же, тренинг, он рассчитан на здорового человека. И чтобы вы там и сердечко берегите, и суставы берегите, да. То есть, если проблемы какие-то с машиной, да, соответственно, не надо ее гробить. Лучше идти, чем бежать, да, лучше прохладный душ, чем ледяной, да. То есть, если есть, например, там проблемы с сердцем, с давлением. Так, хорошо, отлично, молодцы, настроение бомбическое. Новосибирск на связи, Новосибирску привет. Так, настроение боевое, сплю по 20 часов в сутки. Так, ну, соответственно, да, что, если 20 часов в сутки, значит, был недосыт. По идее, значит, надо найти и стабилизировать то время, необходимое для сна. Как страницы, написанные на самодисциплине, относятся к ежедневной норме? Ну, естественно, мы включаем. То есть, наша задача сейчас выйти на вот эту ежедневную норму и определить ее. Сегодня мы как раз будем постепенно, постепенно вот к этой норме выходить. Так, ледяной душ не самое страшное. Хорошо, идем дальше. Так, за невыполнение банят? Нет, за хамство банят, как правило. За невыполнение не банят. Или если вы начинаете мешать, например, окружающим. То есть, если вы начинаете писать что-нибудь типа того, что... Я не выполнил, и все нормально. И вы все тут дураки. Да, ну, мы быстро найдем способ вам объяснить, кто здесь дурак. Так, хорошо. Мы начинаем, друзья. День 2, 12.00. И второе занятие. Вопрос, друзья мои. Домашнее задание, все вы помните, было написать одну страницу. А теперь, скажите, пожалуйста, кто из вас написал больше одной страницы? Не бойтесь, ничего плохого с вами не случится. Никто вас не съест. Но если вы написали больше одной страницы, напишите сейчас, признайтесь. Я все равно узнаю. Если написали одну страницу, напишите. Написал одну страницу. Ровно одна. На два слова больше. Да, вот. Вот смотрите. Здесь важно написать... Вот если мы с вами ставим себе задание написать одну страницу, здесь важно написать именно одну страницу. Здесь есть два важных аспекта. Во-первых, да, первое, то, о чем я вам говорил в прошлый раз, да, это контроль за выходом, да, то есть если мы выходим, если мы учимся выходить из рабочего состояния, да, и мы встраиваем вот эту остановку, вот эту работу, да, то нам легче, гораздо легче в следующие дни начинать работу. Это первый аспект. Второй аспект – это соблюдение ТЗ. И тоже я вас уже начинаю потихоньку в этом смысле приучать, а в мастерской у нас прям очень жестко в этом смысле, да, контроль за соблюдением ТЗ. То есть если, например, я говорю вам, что вот кто-то у нас тут есть, кто курс сериала проходит, да, что надо написать две сцены. И обязательно найдется кто-то, кто скажет, да что у меня там две сцены, они там маленькие по одному предложению, сдам-ка я четыре сцены. Вот. Но в этом случае домашнее задание не выполнено, да, и оно не будет принято. Да, почему? Потому что задание – это было две сцены, а вы сдали четыре сцены. Четыре не равно два. Да, то есть четыре – это не две сцены и еще две сцены. Да, то есть задание выполнено и перевыполнено. Нет, я оцениваю это по-другому. Я оцениваю так. Задание не выполнено. И это нужно, нужно к этому очень сильно приучаться. Почему? Потому что творческие люди очень часто просто тупо не слышат того, что им говорят. То есть когда им говорит заказчик. Если заказчик, допустим, говорит, что нужно написать заявочку на три страницы, да, это значит, что нужно услышать, что тебе сказали и написать заявочку на три страницы ровно, да. И если вас вдруг понесло, как мне нравится история, я и диалогов напишу, и еще и описание героев, и интерьеры, да, напишу не на три страницы, а на 30 страниц напишу заявку, да. На 300 страниц напишу, да. Я сценарий сразу же напишу, что мне заявка, да. Я могу сценарий сразу же написать. Вот. И люди потом удивляются, вот я сдал же, классно же сдал, да. Удивляются, почему им не перезванивают. Потому что люди не понимают процесс, да, что мы сейчас заявочку вашу на три страницы посмотрим, да, выкинем ее и заново перепридумываем всю историю, да. И дальше вы будете новую заявку писать, тоже на три страницы, да. А если вы написали сценарий на 300 страниц, да, или заявку на 30 страниц, то у продюсера очень часто просто времени нет на то, чтобы ее прочитать. У него есть три минуты на то, чтобы прочитать три страницы. И понять, видите вы историю, понимаете вы историю или нет. Вот. И, соответственно, вот это перевыполнение задания, оно очень часто ведет к преждевременному окончанию творческой карьеры. Вот. Это одна из тех вещей, которая вам, возможно, когда-то в будущем спасет, спасет вашу жопку творческую, спасет вашу карьеру. Хорошо, друзья мои, а теперь напишите, а кому было сложно написать вот эту одну страницу? Вот как по ощущениям? Легко вы ее написали? Быстро, вдохновенно? Или вот кому-то было трудно, сложно сосредоточиться, например. Легко, быстро. Вот, Ирина, было очень сложно. Смотрите, это опять же тоже, это не значит, что те, кому было легко, они более талантливые, чем те, кому было сложно. Или наоборот, да, то есть это вовсе не значит. Просто иногда в одном и том же проекте, да, у вас появляются страницы, которые написать сложнее. И появляются страницы, которые написать проще. Да, и виды текста тоже бывают разные, да. И кому кто-то, допустим, проще, кому-то проще писать синопсисы, кому-то проще писать по эпизоднику, кому-то проще писать диалог. Например, человек по эпизоднику мучается, а вот как до диалога в дело дошло, диалог летит, диалог пишется вообще со скоростью произнесения. Поэтому его писать всегда очень легко. А по эпизоднику его, ну, мучаешься, придумываешь, когда сцену придумываешь. А есть люди, которые, наоборот, очень легко придумывают сюжет, а вот сценарий это уже, ну, им неинтересно. События придумывать интересно, а тело текста писать неинтересно. Об этом тоже мы чуть попозже поговорим. И, то есть, не всегда это связано конкретно с вашим состоянием. И это нужно понимать про себя, да. Почему мне сейчас было трудно? Потому что у меня такое состояние, да, неготовности к написанию. Или потому что у меня, допустим, там, подготовительная работа не сделана. Или потому что я просто не знаю, что писать. И поэтому сложно с написанием. И вот если, например, проблемы с концентрацией, да, то есть, разные проблемы, вот это трудно, да, оно, содержание этой трудности, оно может быть разным. Да, первое, то, что вы не подготовили текст, допустим, и не знаете, о чем писать, да, что вы пишете ту часть текста, которая, ту часть работы выполняете, которая, скажем, не, ну, традиционно у вас получается хуже. Вот. И в этом случае что делать? Ну, в этом случае, ну, либо вам прокачивать эту способность, да, либо можно искать соавтора, скажем, который помогал бы вам эту часть делать. И тоже ничего зазорного в этом нет, да, и писатели пишут соавторстве, и сценаристы так вообще, когда большой проект пишешь, там, 16 страниц, например, «Побег» написали, когда нам надо было 16 серий написать, 16 страниц, господи, 16 серий надо было написать за 4 месяца, потому что уже процесс съемки, съемки уже были назначены, уже эфир был назначен, и надо было быстро очень работать. Естественно, я в одиночку за 4 месяца бы не написал, и, соответственно, да, я набрал команду авторов и вместе с авторами работал. И, собственно, проблемы с концентрацией. И вот если есть, действительно есть проблемы с концентрацией, во-первых, это достигается упражнением, да, то есть когда ты, например, там, 10 лет подряд пишешь каждый день, после этого уже вырабатывается привычка. Но если этой привычки пока нет, и вы, например, только начинаете это делать, начинайте только осваивать, я рекомендую использовать очень простой инструмент, который называется помидорка. Кто из вас знает про технику помидорки? Напишите в чате. Если не знаете, напишите, что не знаете. Знаю, да, но я для тех, кто не знает, я очень коротенько расскажу. Был такой французский, итальянский студент, Франческо Черилло, у которого были сложности с концентрацией, и ему надо было готовиться к экзамену. И вот он начал использовать, есть такой кухонный этот самый таймер в форме помидорки. Его так закручиваешь, да, и он там 25 минут у него предельные эти часы ставятся. Вот, и он такой для себя решил, вот я ставлю, и 25 минут занимаюсь. И, значит, он ставил вот эту помидорку, 25 минут занимался, и потом точно так же заводил таймер на 5 минут и 5 минут отдыхал. 5 минут отдыха – это вознаграждение, то, о чем мы с вами говорили в прошлый раз. И 25 минут работы, 5 минут вознаграждения. 25 минут работы, 5 минут вознаграждения. И вот он таким образом нащупал достаточно комфортную норму работы для того, чтобы можно было поддерживать концентрацию в течение долгого времени. Понятно, что не надо сейчас бежать в продуктовый магазин или в хозяйственный за этим самым, я не знаю, где эти помидорки продают. И тут есть специальный сервис. Я не знаю, для Apple какой-то, тоже есть наверняка какой-то, для Android есть сервис ClockworkTomato. ClockworkTomato. И он бесплатный, его устанавливаешь на телефон. Сейчас я его, по-моему, на этом телефоне я его уже не устанавливал, но на предыдущем телефоне у меня был этот самый. Так, вот кто-то пишет. Вопрос от участницы, которые ограничили доступ к вашей странице за какой-то прокол. Ребят, вот смотрите, я вначале вас весьма вежливо и доходчиво предупредил, о чем и в каких случаях люди будут получать бан. И если вы это сделали, то есть если вы себе бан выпросили, то вы его и получаете в соответствии с правилами. И не надо мне засылать гонцов, не надо мне писать в личку, не надо нас отвлекать, всех участников от работы. Потому что я там периодически делаю разбаны, но сейчас у меня просто нет времени огрызаться на каждую эту самую, на каждый ваш чих, на каждый ваш токсичный комментарий. Поэтому на больших тренингах я баню с лету, чтобы не отвлекаться и не тратить время. Так что давайте договоримся. Если вы херню какую-нибудь мне написали в комментах, и бан выхватили, не надо потом выпрашивать амнистию. Вот. Хорошо. Все. Не хочу больше на это отвлекаться. Ну, потому что, да, когда у нас вчерашнего урока 6 тысяч просмотров, да, то есть я понимаю, что не все 6 тысяч проходят тренинг, да, обычно там тысячи две проходят. И когда две тысячи человек, если, да, необходимо очень жесткую дисциплину соблюдать. Вот. И банами в том числе. Все. На этом закончили. Значит, и вот эти помидорки, да, вот эти блоки по 25 минут, естественно, если их делать дольше, да, то есть если их сделать там 15 таких блоков, то, конечно, все равно вы начнете уставать. Я считаю, что оптимально это там 4 блока, да, то есть 25 минут работы, 5 минут отдыха, 25 минут работы, 5 минут отдыха, 25 минут работы, 5 минут отдыха, 25 минут работы, 5 минут отдыха. Да, вот Клокот Томейта, Клокот Томейта, значит, так Бата название прислала. Есть для этого самого, для Apple там есть свои тоже какие-то сервисы. Я думаю, вы одним кликом найдете без проблем. Я не советую прям всю жизнь им пользоваться, но это хороший инструмент для, на начальном этапе. Он мне тоже очень сильно помогал, особенно, например, когда я делал себе, устраивал адскую неделю и вставал в 5 утра там в течение недели. Там, ну, сложно, физическое состояние не очень такое раздерганное, естественно, да, и вот я именно помидорками работал и достаточно эффективно, когда там, по-моему, рекорд у меня был, не помню, 16, что ли, помидорок я подряд проделал. Это, конечно, даже не очень здорово, да, но, в принципе, эксперимент такой довольно любопытный. И вот если действительно есть проблемы с концентрацией, я рекомендую, опять же, на начальном этапе, пока не встроилась привычка использовать вот эту технику. Да, вот для Apple Pomodoro Focus Timer. Обычный таймер я не советую использовать. Почему? Потому что вот эти специализированные таймеры, они хорошо очень визуализируют сам, да, то есть там появляется вот это оранжевое табло, и ты прям видишь, что, ага, вот сейчас я работаю, сейчас я отдыхаю, то есть визуально это тоже очень помогает. Идем дальше. О времени работы мы чуть позже, о графике дня, мы тоже чуть-чуть попозже поговорим по порядку, до этого дойдем. Сейчас, сегодня мы с вами будем заниматься прежде всего рабочим местом. Вопрос. Вот посмотрите прямо сейчас на ваше рабочее место, да, где вы сейчас находитесь, если вы сейчас находитесь на вашем рабочем месте. И напишите в чат список всего того, что вы видите на вашем рабочем месте. Вот смотрите, пример, пока вы пишете, пример, значит, того, как человек в чате выпрашивает бал. Маргарита Замолодская. У меня не работает, сама себя вознаграждаю только окончанием работы. Дальше, опять, вот вижу комментарий, такой токсичный комментарий, и как бы такой агрессивный достаточно, да, дальше смотрю, опять вижу этот самый, вижу опять, чей-то такой, ну, такой неправильный явно комментарий. Не отвлекайтесь и сейчас. То есть мне, на моем тренинге, да, человек мне командует, что я должен, я в шоке вообще. Смотрю, опять та же самая Маргарита Замолодская. Сейчас я вас забаню, и вот я вам это делаю сейчас, да, для того, чтобы вы видели и понимали, как не надо себя вести на моем тренинге, да, для того, чтобы не выхватить бан. Так, вот она, Маргарита Замолодская, нас, наш тренинг покинула. Окей. И я надеюсь, что, ну, всем, все с пониманием к этому относятся, и не скажут, что Молчанов лютует чего-то. Так, очень хорошо. Вижу. Так, списочки. Есть, 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 есть. Вот, смотрите, теперь, что нам надо сделать с тем, что мы видим? Нам надо отделить то, что вам обязательно нужно для работы, да, на вашем рабочем столе, от того, что вам для работы не нужно. то есть, если, например, для работы вам нужна лампа, да, значит, на рабочем столе должна быть лампа, да, если нужен свет. Дальше, если вы пишете на ноутбуке, значит, должен на столе стоять ноутбук. Если вам для работы, для работы нужен телефон, да, например, если вы, там, не, не, опять же, я понимаю, что не все занимаются здесь чисто творческой работой, да, но если, например, вы, там, все время созваниваетесь с редактором по мобильному телефону, да, да, и если его хранить где-то в другом месте, да, вы все время будете отвлекаться. Он должен быть под рукой. Значит, должен быть телефон. Но чаще всего телефон нам для работы не нужен, когда вы пишете. И в этом случае я советую телефон, во-первых, выключать, а во-вторых, убирать с глаз долой. Причем желательно, чтобы он вообще был где-то в другой комнате. Отключен и в другой комнате. Дальше, что еще надо? Если вам, например, нужна во время работы, да, вам нужна чашка чая или чашка кофе. Да, значит, она должна быть заранее принесена и поставлена. Если вы пьете какие-нибудь лекарства, опять же, или, допустим, там, ну, с глазами проблема. Я, у меня не очень хорошо с глазами. Хотя, в принципе, уже и пора, там, мне 50 лет почти. Вот, и я до сих пор без очков хожу. Но, тем не менее, да, например, глаза устают, надо там лекарства в глаза закапывать, да. И, соответственно, это лекарство должно быть от вас на расстоянии вытянутой руки. Не должно быть такое, что, ой, надо лекарство закапать. Надо там встать, пойти куда-то, достать его откуда-то, потерять 5 минут времени на этом, закапать и обратно убрать. Опять же, все, что надо, должно быть на расстоянии вытянутой руки. Все, чего не надо, должно быть убрано. Вот напишите, пожалуйста, сейчас в чате, что из того, что вы перечислили, вам не нужно для работы. Вот вы перечислили это все, да. Вот, например, там, пилочка для ногтей, она вам нужна для работы? Вообще все не нужно. Ну, значит, все и надо убрать. Батарейки и пилка не нужна, да. Значит, все надо убрать. Нужно все. Значит, все отлично. Если все нужно, значит, все супер, замечательно. Так, ем за рабочим столом. Вот по поводу еды за рабочим столом сейчас отдельно скажу. Телефон, фонарь. Вот по поводу цветка тоже сейчас я отдельно скажу. По поводу цветка. Он может быть условно полезной вещью. Так, таблетки не нужны. Ежедневник бумагоручки, свечи. Вот если предмет является частью вашего ритуала, да, например, свечи, да. Мы, когда занимались выработкой ритуалов в мастерской, я предложил один такой ритуал, да. То есть, если там сложный ритуал какой-то придумать не получается, да. Например, зажечь свечку, поставить свечку рядом с собой, зажечь свечку и начать писать. И она рядом, чтобы горела, потрескивала. Вот. И когда заканчиваете, тушите ее и на этом работу заканчиваете. Очень хороший ритуал. Он не всем подходит. Не у всех там доступна возможность свечки покупать. Не у всех есть противопожарные возможности держать свечку. Да, но тем не менее, вот вполне себе свечка может быть ритуалом. Еще один момент. Наша задача отделить рабочее место от мест любых других функций. Да, то есть, это не всегда просто. Особенно, когда живешь, например, в однокомнатной квартире. Я много лет жил, когда я приехал в Москву, и первую квартиру, которую мы купили, она была однокомнатной. Это даже не 33 квадратных метра, у нас было 32 квадратных метра. И, естественно, я сидел, писал и вебинары вел, и первую конференцию я вел, и первая мастерская началась на кухне на той. Пять метров, да, в которой там все заставлено, просто повернуться негде. Вот. И, естественно, на кухонном столе у меня располагался мой ноутбук, и там я работал. Но я сделал немножко по-другому. Да, то есть, мне нужно было отделить рабочее место от места приема пищи. И, соответственно, на кухне мы не ели. То есть, на кухне был мой рабочий кабинет, и там я работал. Там я писал, там убийца написан, все мои сценарии там написаны, букварь сценариста там написан. То есть, все написано на этой кухне. А ели мы в комнате. То есть, там был столик отдельный такой небольшой передвижной. Для чего? Для того, чтобы не возникало, не связывалось, да, вот это ощущение места для приема пищи, да, это была комната. А место для написания текста, это была кухня. То есть, кухня была место только для написания текста. И это не всегда удается сделать, да, потому что, ну, разные условия у всех, да. То есть, не у всех получается кабинет себе организовать. И в итоге можно себе сделать какое-то, придумать себе какое-то изменение в окружении для того, чтобы, да, то есть, сделать такое место-трансформер. Да, то есть, я работаю здесь, но вот если этот цветок стоит здесь, для меня это рабочий кабинет, да. Или наоборот, вот я цветок убираю, это становится рабочим кабинетом. Я работаю, потом вот я закончил, да, я ставлю себе цветок, и теперь это становится место для отдыха. Я могу, например, в компьютерные игры играть и так далее, и так далее. Это звучит нелепо, но тем не менее это работает, да. Почему? Потому что мы начинаем привязывать вот наше ощущение места и состояние места с тем или иным предметом. То есть, если вы несколько раз это сделаете, все, дальше уже вам будет проще. Так, хорошо. Самый отвлекающий предмет – это телефон. То есть, вот просто убрать телефон, да, даже если он отключен, даже если он, звук выключен и вообще он отключен, он все равно какое-то количество там сложно измерить, да. Ну, там есть гипотеза, что до 30% внимания он забирает. Можно ли вместо рабочего стола использовать подоконник? Все, что угодно можно использовать в качестве рабочего стола. Мне случалось писать на коробках из-под одежды, из-под обуви. Нормально совершенно. Было время, когда я писал в ванной на унитазе, да, то есть тоже, когда у меня был маленький ребенок, и там тоже не всегда все получалось, да, и я совершенно спокойно уходил в туалет, садился на пол, на унитаз, на крышку унитаза ставил ноутбук, садился и писал. Отлично, нормально могу писать. Вот. И у меня в свое время, когда я еще коучингом занимался индивидуально, у меня был сценарист, у которого такой вот, тут проблемы с концентрацией. Стали разбираться, выясняется, дома шум, бардак, да, дети, жены, тещи. И дальше в итоге просто я ему посоветовал ходить в кафе работать. И все, и сразу все проблемы с концентрацией закончились. То есть это тоже вполне может быть, да, то есть если, например, дома нет возможности работать, можно работать в кафе. Найти кафе, где вас никто не отвлекает, то есть в кафе чем хорошо, да, там есть фоновый шум, который неразличим, да, и он, это не отвлекающий шум. И вы никому не нужны, к вам никто не пристает с разговорами, да, то есть вы садитесь, и там заказ сделали, и сидите совершенно работаете спокойно. Единственное, что важно, что если вы, например, в этом кафе пишете, не водите в это кафе девушек на свидание, да, потому что и свидание запорите, и ничего не напишите в следующий раз, да, то есть у вас, потому что, ну, ощущение места для работы, да, у вас наложится на ощущение места для свидания. Дальше. Если маленькая квартира, что еще, да, вот где еще можно писать? Хорошая тема библиотека, да, то есть есть читальные залы, и, опять же, можно договориться с сотрудниками, да, что, а можно я тут поработаю, посижу, попишу. Обычно они к этому относятся с пониманием, особенно если, например, вы донатите счет, да, то есть, например, вот мы, там, библиотека наша рядом с нами, которая, да, мы отвозим туда книги, которые прочитаны, вот. Естественно, они нас очень любят, потому что книги у нас очень хорошие и ценные, вот, и новые, вот. И, например, если там, я понимаю, что если мне, например, надо будет сбежать и поработать, я легко смогу с ними договориться, они меня пустят там в читальный зал с ноутбуком, и посижу, и поработаю. Если маленькая квартира и много народу, все равно всегда можно найти себе вариант для того, чтобы устроить рабочее место. Хорошая тема – балкон. Везде, где я не жил, я всегда прям отдельно вкладывал большие деньги в утепление балкона для того, чтобы зимой там можно было работать. И сейчас вот этот вот кабинет, где я сейчас нахожусь, это студия, да, то есть здесь специальное, вот это покрытие специальное для того, чтобы оно не, ну, не только хорошо выглядело, но и не давало, не давало звук, да, не давало эхо, да, то есть здесь все обустроено для того, чтобы вести эфир, для того, чтобы вести вебинары. И я здесь не пишу. Особенно, а иногда и эфиры не получается вести, потому что это, ну, кабинет напополам с женой, и если у жены сессия, например, она меня выгоняет в основное место работы – балкон. И пишу я на балконе. То есть утром я прихожу туда, сажусь, пишу, потом перехожу в этот кабинет, и здесь делаю эфиры, беру интервью и так далее. Да, но пишу я строго только на балконе. Там утепленная лоджия, да, то есть там все хорошо, это комфортный климат. Дальше. Балкон. Вот даже если есть однокомнатная квартира, все равно есть там 5-6 вариантов того, как там можно найти себе оборудовать рабочее место. Кухня, да, первое и очевидное. Например, вы на кухне, если, например, у вас семья, дети, да, они в комнате, вы в кухне. Первое. Второе. Ванна. Да, если там небольшой текст надо написать или записать. Я мастер-группу, например, у нас был такой проект, и я записывал уроки мастер-группы целый год. И поскольку у меня не было возможности их записывать нигде, я их записывал в ванной сидя, опять же. Дальше. Прихожая. Можно вынести столик в прихожую, да, всех запереть в комнате и в прихожей работать совершенно спокойно. Да, балкон. Дальше. Например, сам в комнате, а жена на кухне. Да, если жена готовит, да, я работаю в комнате, да, могу жену, например, на кухне выдать. Дальше. Под столом. Вполне себе рабочее место. Да, залезли под стол, накрылись этим самым, накрылись одеялом, включили себе там фонарики, сидите там, пишите. И, наконец, в шкафу. То есть, если прям совсем никак не получается спрятаться, можно спрятаться в шкафу и сидеть писать там. Если есть гардеробная, в гардеробной пишется отлично, шикарно. У меня в Володе была гардеробная, где я сидел и писал. Как анекдот я вспоминаю, но не пользуйтесь это как руководством к действию, но тоже вполне себе можно действовать. Один русский философ, я не помню уже кто, мне кажется, что Степун, он был очень беден, и они с женой жили в комнате. То есть, это даже не квартира, а комната. И он не мог писать, когда кто-то в комнате находился. Вот он, жена, залезала в шкаф, когда он сидел и писал. Я не могу историю умалчивать, насколько добровольно это происходило. Но, тем не менее, тоже вариант. Жена в шкафу, а человек сидит и пишет, а он сидит и пишет в комнате. То есть, важно, резюмируя по поводу рабочего места. На вашем рабочем месте, на вашем рабочем столе должно находиться только то, что вам нужно для работы. И не должно находиться ничего из того, что вам для работы не нужно. И я попрошу вас в течение следующих суток, до следующего занятия, провести ревизию своего стола и убрать все лишнее. При этом может оказаться так, что есть какие-то вещи, которые, например, вам, ну вы привыкли к ним, или вам кажется, что они там должны быть. Одна из таких, ну, опасных вещей – это фотографии чьей-то. Да, допустим, не знаю, фотографии любимого писателя, фотографии этого самого. У меня вот здесь вот висела фотография Арна Соркина, да, но я ее поставил с автографией. Я ее все-таки поставил так, чтобы ее не видно было, когда я работаю. Вот, понятно, что, конечно, душу греет, когда там персонально тебе написан автограф. Например, любимого автора. Фотографии детей, фотографии любимого человека, да, то есть вот люди ставят, и они отвлекают на самом деле, они мешают. То есть вы как бы чувствуете, что что-то мешает, но даже вы не фиксируетесь, не включаетесь, не понимаете, почему это происходит, да, но вот вам это мешает. Поэтому вот проведите ревизию, да. Если вам портрет любимого человека на письменном столе не нужен для того, что если вы с натуры его там не описываете в своем тексте, то не надо, уберите. Лучше разместите где-то в другом месте, но не на вашем письменном столе. Дальше следующее. Рабочее место должно быть отделено от всех других мест, да, то есть вы не должны ни есть на этом рабочем месте, ни заниматься сексом, ни играть в компьютерные игры, да, то есть не должно быть, должно быть полностью отделено. В идеале, если у вас отдельная комната, в которой вы пишете, там стоит отдельный ноутбук, не подключенный к интернету, на этом ноутбуке нет никаких лишних программ, кроме Варда, и вы приходите, пишете, написали, закрыли, вышли, все. И в следующий раз возвращайтесь туда только тогда, когда в следующий раз писать. Если такого не получается, я понимаю, что идеальных ситуаций нет, да, значит, нужно либо найти какое-то кафе, где писать, да, либо в библиотеку ходить писать, либо внутри этого места придумать какую-то внешнюю трансформацию этого места, да, чтобы оно превращалось в ширму, какой-то цветок, не знаю что, да. Было для вас знаком того, что вы превращаете его в рабочее место. Если это понятно, напишите, что все понятно. Если что-то непонятно, то задайте, пожалуйста, вопросы. Так. Фигурка Будды или любой религиозный предмет. Здесь тоже, опять же, друзья, надо тестировать, да, то есть если, например, вас, каждый раз вы смотрите на этого Будду и он вас погружает в какие-то ассоциации и мысли, да, то тогда лучше его убрать, да, если он отвлекает вас, да. А если он для вас уже некий привычный, просто привычная статуэтка, да, какая-то, и она у вас всегда на рабочем столе, и вы все время ее за собой возите, да. И вот вы приехали в новое место, поставили статуэтку, все, я дома, да, чуи, мы дома, вот. А тогда, наоборот, она может использоваться именно как, да, икона, да, или еще что-то, да, использоваться как знак завоевания пространства. Вот, поэтому вот именно важно научиться различать, вот вас включает в работу этот предмет, да, или он, наоборот, вас отвлекает. Я говорю, что совершенно точно, просто вот пропасть, пропасть концентрации, да, то есть убийца концентрации – это телефон. Вот, и сегодня я дам вам одно небольшое задание, которое помогает его немножечко пригасить. Вот, и портреты близких тоже одна из самых частых, одна из частых таких вещей, которые отвлекают. Так, да, вот библиотеки сейчас дают рабочее пространство, где можно подцепиться к Wi-Fi и работать. Одеваю часы, надеваю часы, включается рабочий настрой. Тоже, да, нормально вполне себе, да, вот с одеждой, кстати говоря, это тоже очень интересно, да, это тоже может быть ритуалом, да, то есть вот как только я надеваю что-то, я превращаюсь в кого-то, да. В приключениях электроника одна из самых любимых, мои последняя часть, где они все начинают превращаться в таких суперученых. Там Сыроежкин сверхновые открывает, и вот там мальчик доказывает теорему фирма. Он одевается в фирма, надевает парик, берет перо и в каком-то там пергаменте начинает писать формулы. Это тоже все, это настрой, да, это тоже включение через тело, включение себя в некое рабочее состояние. Так, под столом, да, под столом классно писать детские сказки. Так, Юрий, соседи начали праздновать. Да, сейчас по поводу наушников тоже скажу. Надевал наушники, включал хорошую музыку и смог сконцентрироваться на писательстве. Вот смотрите, если есть вокруг окружающий звуковой фон, от него можно закрыться наушниками. И музыка, отдельная большая тема, она может быть тоже, ну, включать в рабочее состояние. Но с музыкой надо быть осторожным, потому что она действительно включает рабочее состояние, но потом, да, включив в это рабочее состояние, после этого, да, она начинает из нас тянуть энергию, начинает тянуть концентрацию нашу, да. То есть она все равно нас отвлекает. Если у вас в ушах музыка, а вы пишете под музыку, в начале работы, на начальном этапе, там, первые пять минут она помогает вам сосредоточиться, да. Например, если вы каждое утро, да, я, например, роман один писал под альбом Megadeth 92-го года. До сих пор очень люблю этот альбом. И, значит, я его включал, он идет там примерно час, и за час я писал норму свою. И после этого шел на работу. И, тем не менее, да, все равно чувствуешь, что концентрация утекает. Все равно приходится тратить внимание на музыку. Особенно, если музыка со словами. Поэтому я советую, если прям вот музыка – это ваша тема, да, во-первых, слушать музыку без слов. Даже если слова английские, все равно вы отвлекаете, вы все равно их прочитываете, вы все равно их в голове проговариваете. Лучше музыку без слов. Идеальный вариант, если вы, например, пишете на работе, и вам надо от шума закрыться, это большие наушники и слушать их без звука. То есть звук вы не слушаете окружающий, но это для всех является знаком того, что человека не надо отвлекать, он сидит в наушниках слушает. Я иногда, кстати, говорят, дома так делаю. Когда вокруг меня там домашние прыгают, мне надо сесть сосредоточиться. Я наушники надеваю, а плеер не включаю. И все такие, о, папа лекцию слушает. И что-нибудь кто-нибудь скажет, я такой, ревко, вы что, не видите у меня наушники? Вот. И все понимают, что меня отвлекать не надо. А у меня там ничего нет. Я просто в своих мыслях. Поэтому, да, вот это очень хорошо работает. Так, вопросы. Так, мелочи вычислили. Отлично. Идем дальше. Смотрите, еще, ребят, вот важно, чтобы вы понимали, да, что я не знаю одного единственного какого-то способа повышения этой самой на 1000% вашей производительности. Хотя знаю. Закрыть все соцсети. Выключить телефон и закрыть все соцсети. Все. Вы сразу же резко повышаете свою продуктивность. Но на самом деле мы по чуть-чуть, по чуть-чуть, да, здесь процент подняли, там процент подняли, сям процент подняли, да. То есть мы каждый день добавляем с вами какие-то техники, а когда вы их все вместе, да, как систему в себя начинаете встраивать, вы, у вас продуктивность просто взрывной рост продуктивности. И вы просто, да, люди просто не понимают, да, как у вас это получается, как вы так много делаете. Так, занимаюсь учебой. Вот тоже по разному времени мы, у нас будет отдельное занятие, мы об этом поговорим. Я тоже советую разделить вот деятельность, да, там, допустим, писательская деятельность, да, как я вам сказал, у нее на балконе, да, а вебинары я веду и мастерскую читаю здесь, да, то есть в разных кабинетах. Все-таки советую разделить. Так, работаю онлайн, есть рабочее место, можно его использовать как рабочее место для написания книги. Александр. 42 минуты объясняет, рассказывает о том, что нельзя использовать рабочее место, где вы занимаетесь другой деятельностью, для написания книги. Инга задает об этом вопрос. Нет, нельзя, нет. Можно там, можно все, что угодно, можно. Просто вы будете терять концентрацию. Да, кавокинги, ну там тоже как повезет. То есть надо выбирать такой кавокинг, где вам будет комфортно. Так, шторы открыты, значит, работают. Да, может такое быть. Да, вот, кстати, есть, сейчас есть сервисы такие, где в наушниках можно включить звук кафе или звук дождя, например. И это гораздо лучше, нежели слушать музыку. Так, часы очень помогают забыть про телефон. Он у меня всегда без звука где-то лежит. Да, вот как раз Юлия пишет. Наушники знают к окружающим, что я работаю, ничего обычно не включаю. Вот это хитрость, да, она очень хорошо работает. Да, то есть наушники надел, все, типа человек работает. Можно ничего не включать туда. То есть вот только за счет этого можно повысить продуктивность и снизить количество отвлечений. Так. Кстати, девушки концентрации помогают надетая на голову косынка. Правда. Ну, я не пробовал. Есть еще, говорят, пирамиду можно на голову надеть. Из картона сделать такую пирамиду, надеть на голову. В детской книге в какой-то была такая. Был такой рассказ. Я в детстве делал. Интересно было бы сейчас попробовал. Так. Есть медитативная специальная для креативности. Можно такое. Да, есть. Сейчас я вам даже скажу, как это называется. И дозер. Я не знаю, как оно правильно произносится. Ай. Большие буквы-дозер. Специальные звуки, специальный набор звуков для повышения мозговой деятельности. Для взбадривания мозговой деятельности. Я пробовал делать, но не могу пока оценить эффект. Но тоже вполне себе можно попробовать. Я думаю просто, что это индивидуально. Кто-то более впечатлительный, да, для того будет работать. Кто-то меньше, то того меньше. Раньше забиралась на крышу. Так. Вопрос. Животные на рабочем месте. Кошка любит уволиться рядом на столе, когда работаю. Иногда это мешает, иногда поддержит. Ребята, мы все слуги наших котов. Кот пришел. Кот это высший приоритет. О каких книгах вы говорите вообще? Вот мой кот покинул меня два года назад. Ушел на радугу. И я сейчас любую свою книгу, не задумываясь, отдал бы за то, чтобы 5 минут моего кота любил помацать. Так что радуйтесь тому, что у вас есть кому-то, кто пришел бы к вам. Кого можно за животик похватать. Запах понюхать определенный. Да, может быть. Запах кофе, например, да, может быть триггером таким для запуска. Шапочку из газеты, из фольги. Да-да-да. Хорошо, идем дальше. Теперь вот мы с вами можем управлять пространством, да, выбирать пространство, где мы можем работать. Второй момент. Мы можем, парадоксально звучит, да, но мы можем управлять пространством с помощью времени. Каким образом? Да, мы можем выгадывать то время, когда в этом пространстве никого нет. Например, ну идеальный вариант, опять же, та же самая. Вернемся в мою однокомнатную квартиру в Перово, где я провел счастливые годы своей жизни, счастливые и творческие. Вот, но когда моя жена утром уезжала на работу, да, ребенка еще не было, и дальше она уезжала, а я сидел и спокойно, да, сидел дома и писал с сыном. Года два, по-моему, три, пока у нас ребенок не появился. Мы работали таким образом, да, то есть управляем пространством с помощью времени, да, выбираем то время, когда в этом пространстве никого нет. То есть работать до того, работать тогда, когда все остальные на работе, да, тоже это не всегда бывает, поэтому что можно делать? Можно работать тогда, когда все спят. Например, я брал интервью у сценариста Олега Маловичко. Хороший очень сценарист, прям реально хороший интервью, тоже оно осталось на ютубе, можно его найти, посмотреть или послушать в подкасте. Значит, он мне рассказал такую интересную вещь, что у него график работает такой странный какой-то, типа в 10 утра он, а, с утра с 8 до 10 и вечером с 10 вечера там до 2 часов ночи. Я не понимал, что за такой график, но когда у меня появился ребенок, второй, да, когда первая дочка появилась, там немножко по-другому у меня график был устроен. Вот, я все понял, да, что он просто писал утром, пока ребенок спит и вечером, когда ребенок засыпает. Поэтому, работать, если у вас там маленькая квартира, да, то и много людей в этой квартире, то работать тогда, когда все спят. То есть, просыпаться раньше, раньше, чем просыпаются все, либо, если вы сова, то писать тогда, когда все засыпают. Про жаворонковсовство мы тоже чуть-чуть отдельно поговорим. Если у вас есть дети, и тоже вот мне когда кто-нибудь говорит, что типа Александр, да хорошо вам говорить, а вот у меня трое детей. Ну и что, у меня трое детей. Ну, у меня как бы двое детей и один внук. Трое детей. Ну, ничего, как-то справляюсь. Если есть дети, нужно быть готовым к работе, когда ребенок заснет. То есть, нужно понимать, нужно подстраивать свою работу под биоритмы ребенка. То есть, например, понимать, пока он совсем маленький, что он там спит два раза в день, например. Скажем так, что в 12 спит и часа в 4 днем он спит. Вот только он заснул, вы сразу же садитесь и судорожно начинаете писать. Вечером тоже заснул, все, это ваше рабочее время. Утром, пока он спит, тоже это ваше рабочее время. И у вас к этому должно быть все готово. То есть, не должно быть такого, о, ребенок заснул, слава богу, наконец-то я отдохнул. Нет, у вас приоритет, другой у вас приоритет написать. Да, поэтому к тому времени, когда ребенок засыпает, у вас все должно быть готово, у вас должен быть моральный настрой. Да, то есть, вы должны понимать, ага, ребенок засыпает, я иду работать. Вот таким образом. Ну, естественно, в этом случае надо обязательно искать какие-то дополнительные руки, да, кто-то, кто бы вам помогал. И в этом смысле, например, у меня коллега одна, а можно, наверное, сказать, Аня Старобинец, она писала в Фейсбуке, что говорит, вот, типа, я там работаю, зарабатываю деньги писательством для того, чтобы нанять на них няню, чтобы няня сидела с ребенком, пока я сижу пишу. Вполне себе вариант. Естественно, там могут быть и более громоздкие варианты, да, например, я там, мне пришлось купить большую квартиру и перевезти из Новгорода тещу, да, для того, чтобы она сидела с ребенком, а я мог спокойно работать. Понятно, что это более громоздкий вариант, он не всем подходит. Но, тем не менее, это ваша сфера ответственности, да, то есть, если у вас есть дети, ваш, и вы занимаетесь творчеством, ваша сфера ответственности, обеспечить себе 2 часа времени на то, чтобы писать. И это, здесь тут же начинается куча всякого такого, как же так, я же мать, я же должна 24 часа своему ребенку посвящать, да, как же можно, у меня сразу начинается там фрустрация, ну, окей, ребят, я вам скажу так, да, вы мать, но вы, помимо всего прочего, если у вас есть талант, то вы писатель, да, и если вы, у вас возникает ощущение, что вы преступница из-за того, что вы там бросили ребенка на няню или на тещу, там, на маму, на сноху на 2 часа, да, то я не понимаю, почему у вас не возникает такого же ощущения, когда Господь дал вам талант, да, вот вам повезло, одному, одной из, там, тысяч человек дал вам талант, и вы этот талант проябываете, просто, да, тратите его на непонятно на что, да, раз вам дан талант, вы должны этому таланту соответствовать, да, и, соответственно, нужно найти время для того, чтобы писать. Дети отдельно, книги отдельно. Дети вырастут и забудут про вас, а книги про вас не забудут. Книги будут стоять в библиотеке тогда, когда, да, в библиотеке и в книжном магазине, тогда, когда и вы уже умрете, и дети ваши уже умрут давно, а книги все еще будут стоять. Поэтому я считаю, что если вам дан талант писательский, а вы не пишете, в этом случае вы совершаете преступление. Вот. Поэтому находите время, находите для того, чтобы писать. Вот. И если у вас проблема с фрустрацией, да, такой, ну, обратитесь к психотерапевту, чтобы он помог вам это проработать. Хорошо, идем дальше. Вот вспоминайте об этом, вспоминайте об этом. Каждый раз, когда у вас, вы прошли день, да, и не написали ни строчки. Да, да, зато я, не знаю, с детьми со своими время провела. Отлично, хорошо, замечательно. Но день впустую прожить. Если вы писатель, да, обладаете талантом писателя, и вы ни строчки за день написали, ну, вы потратили, потратили вложенные, ну, вложенные в вас, Господом вложенные в вас таланты. Дальше, следующее. Насколько это понятно по поводу управления временем? Если понятно, напишите все понятно. Если вы, опять же, вы можете быть со мной не согласны, но в глубине души вы знаете, что я прав. Если есть какие-то вопросы, то задайте. Все понятно? Хорошо. Движемся дальше. Следите за позой, в которой вы пишете. Тоже это одна из тех вещей, за которые обычно люди не следят. Помните, в детстве нас учили, те, кто застал еще советскую школу, да, как надо сидеть. Рука должна быть между грудью и партой, должна быть рука. Спина прямо, свет должен падать слева. То есть, вот, не приближаться расстояние, да, ноги не должны быть скрещены, ноги должны быть расставлены. И вот три момента, три, скажем так, три неправильных позы, которые очень сильно мешают продуктивности. Это когда мы наклоняемся, это когда мы сжимаемся, и это когда мы скрещиваем ноги. Вот следите за этим, следите, чтобы этого не было, чтобы вы не наклонялись, не сжимались и не скрещивали ноги. Дело в том, что когда вы начинаете писать, у вас физически напряжение начинает перетекать во все тело. Вот, и если вы за этим следите, да, то есть тело, оно должно быть, ну, прямое. Оно не должно быть совершенно расслабленным, но не должно возникать вот этих вот узлов сжатия. Их надо, их надо прямо находить и расслаблять. То есть, если вы замечаете, когда вы пишете, что у вас скрещены ноги, надо прямо себе напоминать об этом, вспоминать про это и расставлять их. И туда уходит энергия. То есть, и получается так, пописал, вроде бы непонятно, что такое, да, написал три страницы, устал, как будто вагон разгрузил. А на самом деле вы усилия отправляли, вы физически устали от того, что вы плечи, например, сжимали, или от того, что ноги были скрещены, да, или от того, что вы, наклонившись, сидели, да, в неудобной позе. И вот на это тратили этот самый, тратили время, тратили энергию. Вот, следите за этим. И если находите вот это, обнаруживаете себя в неудобной позе, постарайтесь найти удобную для себя позу. Но чаще всего самое важное, да, следить, чтобы вы плечи не сжимали, не сжимались, чтобы ноги не скрещивали и чтобы не наклонялись. Итак, вот это то, что я хотел вам сегодня рассказать. И ваша задача сейчас, сегодня, постараться, да, для тех, кто знает уже свою норму, там вот кто-то написал, Александра, по-моему, писала, что уже знает свою норму, вот все, пишите свою норму. Для тех, кто свою норму не знает, ваша задача в этот раз попробовать нащупать эту свою норму. Да, то есть определить не максимальную норму, да, то есть не сколько я могу, вот пока не упаду и не засну, да, определить количество текста, которое вам комфортно будет написать. Считать можно несколькими разными способами, да. Можно считать страницами, можно считать знаками, можно считать словами. Как вам удобнее, так и считайте. Да, и напишите, соответственно, вот постарайтесь написать такую норму, которую вам комфортно будет написать сзади. И напишите, когда сделать это, сегодня или завтра, напишите, написал, написала, вот столько-то текста. И это ощущается как норма, да. То есть если вдруг написала столько-то, и это ощущается больше, чем норма. Да, тоже так и напишите. Написал опять страниц, но чего-то вот чувствую, что что-то многовато. Вот так и напишите прям. Да, то есть попробуем определить норму и оцените, попали вы в норму или нет. Если с первого раза не попадете, ничего страшного. Я годами свою норму находил. И плюс еще норма разная бывает для разных текстов. То есть вот для конкретного текста, который вы пишете сейчас, задача постараться найти норму. И когда напишите, обязательно себя вознаградить за это, как минимум похвалить. Если сделаете какие-то изменения со своим рабочим столом, то зафиксируйте, да, то есть напишите, что изменения сделаны, такие-то, такие-то, такие-то. И вот это то, что я хотел вам рассказать сегодня. Домашние задания текстом я добавлю в описание. И слайдом я прощаюсь, а ответы на вопросы я сделаю после хардкора. И сейчас мы переходим к хардкору. Насколько понятны домашние задания? Если понятно, напишите. Все понятно. Так, нога на ногу тоже нельзя получаться. Нельзя, скрещивать ноги нельзя. Там появляется напряжение. Когда вы скрещиваете ноги, у вас по всему телу меняется, поза меняется, и появляется напряжение. И вы именно, вы устаете не от того, что пишете, а устаете от того, что сохраняете вот это неустойчивое положение. Расскажите о 10-пальцевом методе набора. Значит, смотрите, что я рекомендую. Я много лет писал вот так вот, двумя пальцами. Довольно быстро. И усилие, да, оно распространяется, когда пишешь двумя пальцами, оно через палец, вот через все плечо отправляется. То есть оно очень неравномерно. Вот я сейчас прямо почувствовал, как вспомнил сразу, как я писал. Вот. И есть множество тренажеров. Есть бесплатный тренажер. Он называется Стамина английскими буквами. Можете найти, поиском, скачать, установить на любой компьютер. Я через Стамину переходил. Вот. И там сначала две буквы, да, потом три. И вот постепенно занимаетесь, набираете. Я параллельно писал сценарий. Причем достаточно интенсивный. Это был, по-моему, Москва-центральный округ. Там много текста надо было писать. И я, типа, там каждый день занимался на Стамине, а сценарий писал двумя пальцами. Вот. И я понял, что это все бестолку. Надо переходить на слепую печать. И я просто вот разово решил, все, я перехожу на 10 пальцев. И начал писать так. Сначала было очень тяжело. То есть ощущение, что просто всем телом пишет. Что мокрый, как мышь. Вот. Но постепенно, постепенно перешел. Вот. Поэтому вот любой из этих тренажеров используйте бесплатно. И можно там за две недели вполне легко можно перейти. Конечно, надо слепым печатать. Да. То есть там что самое главное. Да. Что вы пишете. У вас задействованы все пальцы. А не ни один. Да. То есть нет дисбаланса. Во-вторых. Скорость увеличивается очень сильно. И в-третьих, вы смотрите не на клавиатуру. Если вы двумя пальцами печатаете, вы смотрите на клавиатуру. А так вы смотрите на экран. Да. То есть опять же вы видите текст. И вы его видите и воспринимаете вы его совершенно по-другому. Норму определить за один подход. Я не думаю, что вы сразу же так за один подход определите. Да. Но мы делаем первый подход. Постепенно, постепенно он у вас устаканится. Это количество. Да. То есть нам надо первую прикидку сделать. Как норму определять. Нам для начала надо попробовать ее определить. Постепенно мы ее будем стабилизировать. За несколько дней мы ее определим. Я надеюсь, что к концу будет понятно. Как вы относитесь к работе стоя? Не всем подходит тем, кому это надо тестировать. Кому-то подходит. Кому подходит прям отлично. Мне это, например, не очень подходит. Ну, не нравится стоя работать. Не нравится лежа работать. Да. То есть есть люди, которые лежа хорошо работают. Мне не нравится. Да. Мне нравится сидя работать. Поэтому тут каждому индивидуально надо смотреть. Хорошо. Идем дальше. Сегодня мы переходим к хардкору. Задача. Возьмите какой-нибудь предмет, кроме телефона. Любой предмет, кроме телефона. Почему не телефон? Потому что, ну, телефон вы и так, он у вас и так все время в руках, да. То есть мне надо взять, чтобы вы взяли что-то другое. Любое. Чашку, ручку, тетрадку, книжку, все, что угодно. Все, что угодно, кроме телефона. И сейчас я выключу картинку. Ничего интересного происходить не будет в течение минуты. Я засеку минуту. И я попрошу вас закрыть глаза. И в течение минуты ощупывать этот предмет руками. И всю информацию, которую вы этим ощупыванием впитаете и получите, ее зафиксировать для себя. В течение минуты ощупываем предмет руками. В течении ничего писать не надо в это время. Минута пошла. Минута пошла. Минута пошла. МинофPEс. Минута пошла. есть напишите в чате пожалуйста не называя этот предмет напишите какой он на ощупь не называя предмет напишите какой предмет на ощупь я смотрю у нас сегодняшнего выпуска уже уже 5000 просмотров интересно откуда так где-то гладкий колючая очень хорошо я все вижу я не буду все зачитывать предметы у всех разные вы понимаете да что я не никак это не проверяю да здесь это упражнение на концентрацию да то есть опять же если вы вам нужно будет нужно будет концентрация да вам нужно быть на чем-то сосредоточиться и перед работой например не получается сосредоточиться вот вам упражнение на минуту берете любой предмет кроме телефона любой закрывайте глаза и начинайте его ощупить вы поразитесь тому как много информации вы своим вот этим да своими пальчиками можете из предмета вытащить да то есть вот мы это упражнение на концентрацию на упражнение управление вниманием хорошо теперь есть есть отлично теперь я дам вам домашнее задание для хардкора значит смотрите как я вам уже сказал что большая часть потери внимания нашей которую мы даже не замечаем приходится на наш телефон то есть это прям реально очень-очень проблемный в этом смысле гаджет да естественно что телефон это наш выносной мозг сейчас да и я не являюсь ни в коем случае не являюсь лудитом да что типа давайте -ка мы вернемся к нашим тетрадочкам и будем романы писать перьями на пергаментах да или на тетрадках или на листках бумаги а потом машинистки будут их набирать и и печатать и да а книги мы будем читать только бумажные и так далее так так нет телефон прекрасное величайшее изобретение человечества да на нем эфиры можно делать домашки проверять и полностью всю активность можно делать на телефоне но тем не менее нужно сохранять ваш контроль за этим гаджетом потому что он имеет свойство брать над нами контроль именно поэтому да мы делаем с вами вот раз в год мы делаем у нас с вами такой пост мы не читаем соцсети мы не читаем мессенджеры да мы не читаем каналы в телеграммах и кстати говоря каналы в телеграммах они на самом деле в этом смысле опаснее на них сильнее подсаживаешься чем на соцсети потому что в соцсетях да у вас лента и вы ее крутите да долистали до конца до вчерашних сообщений как бы вот вот вроде бы все хотя тоже есть сейчас в соцсети соцсетях есть бесконечные ленты когда читаешь и читаешь и читаешь и никогда она не заканчивается а в телеграмм каналах да ты заходишь и у тебя там непрочитанные сообщения в канале дает все время просто откликаешь да здесь кликнул там кликнул сам кликнул вроде все прочитал а отлично через пять минут заглянула опять уже там куча непрочитанных сообщений да и мы включаемся опять вот в этот такую дофаминовую петлю да мы все время это бесконечно это как компьютерная игра везде нажимать убирать эти непрочитанные сообщения поэтому а это небезопасная вещь на это действительно подсаживайся люди начинают все время с телефоном в руках и вот надо от этого отучаться и вот одна из тех вещей которая помогает немножечко от телефона немножечко включить осознанность своих отношениях с телефоном это монохромный режим почему потому что ну телефон он приятно он приятно сделан его приятно держать в руках да то есть это мощная машина мой телефон это я не не айфоновец я андроидец просто убежденный предыдущий у меня был вайвэй этот samsung на вот огромный экран да то есть красивая мощная картинка качественный звук да то есть здесь музыку можно слушать кино можно смотреть да то есть он все полностью этот самый вот я делаю такую штуку я включаю монохромный экран да он снижает привлекательность телефон да то есть все функции остались те же самые да книгу я могу пожалуйста включил вот книгу я могу читать электронную я совершенно спокойно могу почту проверять на нем соцсети могу проверять да то есть все делать все я могу на нем совершенно спокойно оповещение уведомление оповещение естественно все на них полностью закрыты плюс там есть безумные люди которые ночью отвечают на уведомления то есть у них ночью телефон завибрировал они просыпаются и смотрят кто им там лайк фейсбуке поставил это безумие это безумцы просто да то есть это люди которые свой мозг запекают просто до когнитивные способности снижаются ужасно на вот поэтому у меня например стоит ну звук отключен вообще да но и плюс у меня стоит ночной режим да он там с 10 вечера до 7 там до 6 утра по-разному когда я встаю он не принимает вообще никакие не сообщения не звонки ничего все все отключено вот и я сейчас советую вам провести такой эксперимент тем кто на хардкоре поставить себе монохромный режим на эту неделю вот до конца тренинга поставьте и посмотрите что изменится я предполагаю что вы начнете к телефону тянуться гораздо реже да и в этом случае вдруг начнутся появляться к ней вместо для книжечек появится до вместо для прогулки появится больше времени появится на то чтобы с детьми общаться да и ваша жизнь начнет играть какими-то совершенно другими красками и продуктивность тоже появится как это сделать значит смотрите я вам сейчас в описании видео добавлю ссылку на и у меня просто опять же поскольку у меня не iphone я не знаю где как это сделать на айфоне найдите кто-нибудь если кто айфоновцы найдите видео инструкцию и скиньте в комментарии чтобы другие люди тоже могли поставить себе сделать монохромный режим но для андроида я вам размещу там она одну минуту одна минута видео инструкция да там надо в телефоне там включить разработчика и включить аномалию то есть там типа четыре пункта надо сделать и включить монохромный режим если естественно не понравится это естественно устаешь от этого да но когда вы это сделаете хотя бы неделю побудьте с монохромным телефоном у вас за это время отношение к телефону изменится и вы увидите насколько он на самом деле вами управляет и вас освободится очень много времени и появится и повысится продуктивность насколько это понятно то что то что я вам рассказал и если есть какие-то вопросы если все понятно то напишите что все понятно если есть какие-то вопросы то задайте их и я на них отвечу продублируйте инструкцию в первом уроке найдите видео первого урока и там посмотрите как это сделать или погуглите просто мне не трудно повторить мне просто не хочется да как бы остальные это знают да а ради одного человека повторять это не очень оправданно есть хорошо тогда а вот пишут iphone в настройках основные универсальный доступ адаптации дисплея светофильтры включите светов светофильтры вы видите опцию оттенки серого вверху кот пришел смотреть на молчану да мне периодически кто-нибудь мне присылает фото видео как их коты приходят смотреть если я же еще все время руками размахиваю и как и начинают начинают шариться начинает лапой бить я это все очень котики великолепно коты это цветы жизни хорошо все тогда домашнее задание понятно еще раз напоминаю что полным ходом идет набор на онлайн-курс сценарий полнометражного фильма в нашей сценарной мастерской там заявки уже падают поэтому присоединяйтесь не ждите не ждите окончания тренинга и увидимся завтра в 12 часов спасибо вам за ваши вопросы спасибо вам за ваши комментарии спасибо вам за вашу работу на этом тренинге мне очень помогает ваша энергия да мы вместе с вами создаем поле в котором мы с вами существуем и увидимся завтра в 12 часов пока пока